Манго является одним из наиболее широко культивируемых фруктов в тропиках, особенно в странах Юго-Восточной Азии, Южной Америки и в Африке. В Европе он активно выращивается в Испании и на Канарских островах. В южных странах популярность этого плода можно сравнить с бананами и цитрусами, а в Бангладеш, Пакистане и в Индии манго является одним из национальных символов. Кстати, Индия является самым крупным производителем этого фрукта, здесь выращивается чуть менее половины мирового урожая манго. Однако, несмотря на это, Индия экспортирует менее 1% выращенного в стране манго, потому что потребляет большую часть собственного производства. Другими крупными производителями манго с большим отставанием являются Индонезия, Китай, Мексика и Пакистан. В зависимости от сорта, плоды манго различаются по размеру, форме, сладости, цвету кожуры и мякоти, которая может быть бледно-желтой, золотой или оранжевой. Плоды могут быть круглыми, овальными или почковидными. Весят фрукты от 140 грамм до 2 килограмм. Обычно на экспорт идут фрукты определенного размера и веса, которые подходят по стандарту упаковок. Нестандартные фрукты поступают на местные рынки для внутреннего потребления. Потому в наших магазинах вы точно не увидите 2-килограммовые плоды. Еще несколько лет назад манго был довольно редким гостем в наших магазинах, но сейчас этот сладкий фрукт можно купить почти в каждом большом сетевом магазине. У нас на прилавках чаще всего можно встретить манго с зеленой кожурой из Южной Америки, в основном из Бразилии и Перу. Желтый манго возят из Таиланда. В магазинах, специализирующихся на экзотике, можно встретить еще больше разнообразия. У этого фрукта сортов, наверное, не меньше, чем у яблока. В мире на данный момент известно более 300 сортов манго, от самых простых, тех самых зеленых из Бразилии, до таких манго, которые выращиваются в японских теплицах, цена на которые доходит до нескольких сот, а то и тысяч долларов за один плод. Но об этом я расскажу чуть позже. Родиной дерева манго является Индия. Само растение входит в семейство анакардиевые, куда входит фисташка и кэшью. Кстати, на канале есть интересный ролик про кэшью, посмотрите его, если не видели. А про фисташки обязательно будет, подпишитесь на канал, чтобы не пропустить. Саженцы для новых плантаций или на замену старым деревьям выращивают в подобных питомниках, где получают ростки из семян или черенков. Каждое семя высаживается в небольшой горшок с грунтом, богатым органическими удобрениями. Через несколько месяцев саженцы высаживают на расстоянии двух-трех метров друг от друга. Также нельзя забывать о болезнях, которые преследуют растения. Чтобы избежать их распространения, сотрудники плантации опрыскивают молодые деревья химикатами, которые убивают насекомых и грибки, распространяющие болезни и которые могут повредить росту дерева. В природе манговые деревья могут вырасти до 30-40 метров в высоту, но при выращивании на плантациях их обычно подрезают и не дают вырасти такими высокими, чтобы было удобно собирать плоды. Первый урожай они дают лишь через 10-15 лет. Некоторые деревья могут прожить 300 лет и активно плодоносить. От цветения до созревания плода манго требуется 4-5 месяцев. Так как эти деревья преимущественно растут в тропических странах, они часто дают два урожая в год. Однако цветущие манговые деревья являются также источником сильного аллергена, пыльцы, которые вызывают затруднения дыхания, зуд в глазах или отек лица у аллергиков. Как и многие фрукты, выращиваемые в промышленных масштабах, манго срывают с деревьев слегка незрелыми, чтобы они не испортились в процессе доставки в другую страну. Если же манго выращивается для внутреннего рынка, то он срывается спелым. Фрукты собирают бережно, чтобы не повредить плоды. При отделении манго от плодоножки выделяется млечный сок, который может вызвать химический ожог на коже. Потому работники плантации обрызгивают плоды водой, чтобы уменьшить его воздействие. Но если не носить спецодежду, рубашки с длинными рукавами или перчатки, то результаты будут такими. Млечный сок также может попасть на кожуру манго и испортить товарный вид плода. Потому сбор фруктов проводится очень аккуратно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ящики с собранным урожаем поступают на фабрику, где плоды моют более тщательно, сортируют и упаковывают. Субтитры сделал DimaTorzok Если не смотрят представители мастерских, заводов, фабрик и других предприятий, то напишите мне письмо, и я сниму о вас такое же интересное видео, которое выйдет на этом канале. Субтитры сделал DimaTorzok Потому советую незрелый плод положить в пакет с яблоками на пару дней. Они выделяют этилен и запускают механизм созревания. Если же манго выращивается для внутреннего рынка, то он срывается с пелым. Вкус такого манго отличается от того, что продается в наших магазинах. Манго богат полезными веществами – цинком, марганцем, железом, фосфором, кальцием, а также витаминами группы В, витаминами А, Д и С. Причем витамина С в манго почти столько же, сколько в лимоне. Чтобы правильно очистить манго, нужно разрезать его посередине, как можно ближе к косточке. Затем на каждой половинке следует сделать узор в виде решетки, не прорезая кожуру. Фрукт необходимо вывернуть мякотью наружу и получившиеся кубики отделить ножом. Кстати, из косточки зрелого манго дома можно вырастить растения. Плоды манго также очень популярны в азиатской и индийской кухне. Их используют в недозрелом и спелом виде. Фрукт сушат, пекут, маринуют, вялят. Из него готовят фруктовые, мясные и овощные салаты, соусы и десерты. Манго также жарят и варят с мясом и рыбой. Также из манго делают соки, джемы и сухофрукты. Манго, из которого тоже делают сухофрукт, также моют, чистят от кожуры и нарезают мякоть на дольки. Субтитры сделал DimaTorzok Однако в этом случае дольки предварительно варят и уже после этого отправляют в сушильную камеру на сутки. Субтитры сделал DimaTorzok После сушильной камеры дольки заворачивают в ткань и укладывают в пластиковые бочки на 2-3 дня, чтобы сохранить определенный уровень влажности. После чего манго упаковывают. Субтитры сделал DimaTorzok Но это еще не все. На юге Японии, в префектуре Миядзаки, выращивается самый дорогой в мире сорт манго – Taiyo no tomago, что в переводе значит «яйца солнца». Фрукт выделяется своим ярко-красным вкрапинку или фиолетовым цветом кожуры и, как говорят специалисты, неповторимым вкусом, который отличает его от других сортов. Он продается в коробке, как дорогой гаджет. Цена на обычные плоды Taiyo no tomago начинается от 100 долларов. Однако японцы выставляют особо красивые плоды на аукцион, где любой желающий может купить его по цене, намного превышающей рыночную. Так, несколько лет назад пару плодов такого манго купили за 500 тысяч йен. Это примерно 4500 долларов. Как? Зачем? Спросите вы. Но секрет прост. Это делается для пиара, купившего такой плод бизнесмена. Такой способ заявить о себе, показать свою успешность. Теперь и вы знаете, как выращивается манго. Спасибо всем за просмотр. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк, подписывайтесь на канал «Как это сделано» и не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. С вами был Аслан, всем пока!